Привет, зрители! У меня тут снова маленькая радость. Я тут выиграла очередную штуку с Китфорд, с приложения, которое дает год гарантии электронной, если вы что-то у них купили. Пылесос. Вертикальный пылесос КТ-559. Сейчас я его покажу, а потом покажу, как он действует. Тут у нас инструкция по променению. Он как бы два в одном. И ручной, и вертикальный. Трубочка. Такая шершавенькая. Рука скользить не будет. Удлинительная трубка это у нас называется. Щеточка. Кстати, насадка два в одном. И щеточка, и трубочка. Чтобы воспользоваться насадкой с форсом, необходимо нажать на кнопки и потянуть рукоятку вверх. Кнопка вторая находится с другой стороны. Во! Я это сделала. Вот так оно закрытое. А... Это, походу, дело, ручка. Не походу, а реально, это рукоять. Во! С кнопочками. Кажется, я даже без инструкции поняла, как это делается. Нажал на низ, и она свободно вышла. Опять нажал на низ, и вот уже она крепко держится. Выключатель пылесоса располагается на рукоятке ручного пылесоса. Может быть установлен положение И, включено, и О, выключено. Смотри-ка, зритель, я еще не дошла до этой сборки, уже поняла, как это делается. Наверное, Энни. Щеточка. С колесиками. Я вот так смотрю и вижу, практически вижу руку. Ну, не совсем, конечно, вот туда, если посмотреть. Ты многое увидишь, зритель. Вот так вот, тык-тык-тык. Как и положено пылесосу. Можно закрепить, и вертикальный будет совершенно. Щетка для пола. Держатель шнура, оказывается, это вот штуковина. Это когда ты его заберешь. И вот он сам, основной наш пылесос. Я даже вижу эту кнопку пыл-выкол на ручке ручного пылесоса. Смотри-ка, зритель, какая она. Тут огромный такой длинный шнур. Вот, до щелчка. А если нажать на кнопочку, то можно вытащить. Там, кстати, выемки, так что ты сразу поймешь, как это делается. Как это вставляется. Что, куда вставляется. Так, сначала мы, пожалуй, вот это воткнем. Во, оно само защёлкнуло. Ты же слышал, зритель, да? Сейчас нажму на неё. Вдруг ты не слышал. Во. Вот такой он у нас пылесос. Пылесос. Ой. Я тут всё пытаюсь что-то долбануть. Вертикальный пылесос. Не хочет совершенно стоять. Потому что я его ставлю неправильно. Пылесборник. Вот он здесь, пылесборник. Кнопка снятия пылесборника. Потянем за верёвочку. И что-то там отвалится. Не поверишь, зритель, он такой удобный. У него вон тут это... Прямо почти ведёрочка. Нет, у нас удлинительная эта насадка. Ей можно убрать углы. Или, допустим, пропылесосить какой-нибудь системник. Не поверишь, зритель. Это удлинительная трубка два в одном. Она может удлинять тебе ручку. А может удлинять вот эту штучку. И воткнуться уже вот сюда. Это если тебе надо на вытянутой руке какую-нибудь мелкую мелочь уделать. Вытащите фильтр из корпуса пылесоса, потянув за ручку фильтра грубой очистки. И отложите фильтр в сторону. Ручка фильтра грубой очистки. Это то ведёрко. Сейчас мы с вами всё-таки попробуем. Вытягните пыль из пылесборника. Чистка фильтра. Вытащите фильтр тонкой очистки. Это вот та же кругленькая мелкая штучка. Язычок фильтра тонкой очистки. Фильтр тонкой очистки. Фильтр грубой очистки. И из фильтра грубой очистки для этого потяните за язычок. Мне кажется, вот этот фильтр... Вот здесь вообще тянуть не надо. Тут оно довольно легко достаётся. А вот это ведёрко... А нет, слушай, зритель. Очень даже легко достаётся. Вообще крутой пылесос. И главное смотреть, зритель. Вот тут труба такая. Куда всё засосывается. Заходит в этот фильтр грубой очистки. Тут, кстати, уплотнительная такая резиночка. Как бы всё это держится. Так же, как вот здесь, вот у фильтра. Вот это тоже резиночка такая. Вот всё стало на место. Меня больше интересовало во всём этом пылесосе, как вот достать эту штучку. Это ведёрко, которая попутно фильтр грубой очистки. Обратно соберите, вставьте, и будет вам счастье. Вот здесь вот до щелчка. Готовься, зритель. Сейчас ты увидишь это в действии. Меня как раз тут кошка слегка намусорила. Конечно, от неё нет такой шерсти, как от Тиши было, но мусорить она умеет. Ну что, я воткнула в розетку. И сейчас у нас вот тестовое включение. Тут как раз кошка пульсует. Тут как раз кошка пульсует. Вполне себе засосал. Нормально она дырится. Можно вот так вот сделать. Вообще, там как бы держать ногой, и тогда оно встанет вот так. Конечно, его надо держать рукой, чтобы оно не упало. Отличный пылесос, я считаю. А ты как зритель? Вообще, у тебя есть пылесос от Китфорд или вот пылесос по типу такого? Смотри, вот где мусор тут застрял. Хе-хе-хе. Вот он наш пылесосик. Тебе нравится, зритель? Мне так очень нравится. Спасибо, Китфорд, за розыгрыши. Нет-нет, этот обзор не проплачен. Но ты, злобный, завистливый хейтер, можешь считать иначе. Остальным пока!